Международная выстава кошек «Васильковое лето» собрала у Могилёве амаль 200 удельников из разных краин. Кошечья спобурничали у прыхожости, элегантности и кошачьем интеллекте. Как выбирали золотую кошку Могилёва, расскажет Ганна Лапо. У свете налишивается до 70 пород кошек. И кожные суладальники упыгнены. Кожная уникальная и со своим характером. Есть кто одного корниша покупает, потом второго. Как говорится, это поговорка. Лучше одного корниша, только два корниша. На международную выставу кошек «Васильковое лето» у Могилёв приехали удельники с Прибалтыки Беларуси и России. Многие кошки охотно знакомятся с наведальниками. Они очень хорошие и что они ласковые. Тут можно было побачить и экзотичные породы, яких у Могилёве еще нема. Например, такая порода, как Бомбей, заявилась у СНГ только в 2006 году. Вывели эту породу в США. Захотели они, чтобы была такая домашняя мини-пантера. Вот они ее и вывели. Но по характеру она не пантера. Нет, по характеру она не пантера. Может быть, внешне она и кажется пантерой, но вы же видите, какая она игривая, какая она дружелюбная. А у конкурса «Золотая кошка Могилёва» перомох кот Пабло – абиссинской породы. Для сяброу – просто паулуша. Ему горь. Он очень ласковый, очень общительный кот. А почему такую породу выбрали? Вы знаете, она считается кот-собака. Они очень общительные, ласковые, очень подвижные. Выстава кошек «Васильковое лето» у Могилёве прошла в десятый раз. И Могилёв, символом якого можно смело назвать льва, уже может претендовать на звание кошечной столицы Беларуси. Ганна Лапо, Александр Тарасов. Новины региона.